Я когда на задних сидений еду, я тоже пристегиваюсь, правильно? Сейчас я заметил, что такой ракурс предательски подчеркивает мой второй подбородок, нежели если бы камера стояла вот так. Гораздо моднее и более стильной, правда? Но ничего. И приглашаю вас вместе со мной помозговать вот от каким вопросом, с которым я столкнулся, знаете, мы с ним стукнулись, с вопросом в комментариях у меня в канале в Телеграме. Касательно того, что, Альберт, ты регулярно говоришь о том, как важно говорить другим людям «нет». То есть не брать на себя задачи и просьбы, выполнять которые вы не хотите или не можете уметь говорить «нет», это действительно важно. Да ладно тебе что, жалко что ли? Да ладно тебе что, выручи. Но если тебе не трудно и прочее выворачивание рук, которые являются манипуляшечками, это нормально сказать «нет», уверенно. И человек имеет право говорить «нет» на просьбы, выполнять которые он не может или не хочет. И касательно того, как говорить «нет», могут быть полезны четыре шага. Они включают в себя, значит, следующие моменты. Первое – это уверенный отказ «нет», да, «нет». Например, Альберт, выйди за меня подмести вот здесь пол, допустим. У меня не было соглашения этого делать. Подними рояль на седьмой этаж. Нет, я этого делать не буду. Второй шаг – это аргументация. Это связано с тем, что это вне моих интересов и сил в то же время. Третье – это поддержка. Понимаешь, что тебе хотелось бы, чтобы тебе кто-то помог с этой задачей. И четвертое – это предложение альтернативных вариантов. Если посчитаешь нужно, могу порекомендовать себе толковую компанию, которая может быть полезной в решении этого вопроса. Да, вот четыре шага. Четыре шага. Это уверенное «нет». То есть очень важно превратить подразумеваемое в явное и не обнадеживать других людей. Да, вот эта популярная ошибка. Ну, я не знаю, я не знаю, когда человек уже решил точно для себя «нет» и побоялся этого сказать. Нет, это нормально, не бояться говорить «нет». Это, во-первых. Ну, и, конечно, с роялем и выходом на работу – это как пример. Ну что, мы к вам в гости нагрянем. Да, вот я часто с таким сталкиваюсь в обратной связи, что это несогласованные гости. Ну, как я им откажу? Ну, так вот. И смотрите, в то же время никто не отменял момент, связанный. Вообще, это видео не про это. Это видео про то, а что если мне все говорят «нет». Ну, сначала, как я сам говорю «нет», как это может быть полезно? Да, и так, касательно отказа. Можно выписать ряд просьб, выполнять которые вы не хотите или не можете и всячески заставляете себя это делать, чтобы потом тихонько, пассивно, агрессивно злиться и тренировать свою способность говорить «нет». Вы можете еще добавлять такие, знаете, соломку стелить. Не хочу тебя расстроить. Надеюсь, ты поймешь. Надеюсь, это не повлияет на наши взаимоотношения. Но мне важно сказать, что я не хочу этого делать. Все, я не буду. Но и в то же время, человек-существо какое? Вы абсолютно правы. Как вам это удается? Социальное. То есть, человек живет во взаимодействии с другими людьми и никто не отменял поиск и нахождение. Разрешите, я буду смотреть не всегда в камеру, а вот за окно. Тут проносится жизнь за окном. Человек-существо социальное и никто не отменял необходимость в поиске и нахождении баланса между моими потребностями и потребностями других людей. Правда? И поэтому здесь дело не в том, что ходить и раскидывать пинками к каждому нет и говорить, смотрите, какой я умный видосик посмотрел. Нет, а найти баланс между тем, что делать вы, что для вас является важным и тем, что может быть важным для вашего окружения. Все-таки все хорошо в меру, без резких движений. Итак, это касательно уверенно говорить нет. Но вопрос, значит, он был посвящен тому, а что делать, если мне, мне все говорят нет? Вот что с этим делать, если мне все говорят нет? То есть, это понятно, я всем говорю нет. Ну а что, если мне все говорят нет? Ну так вот, давайте вместе поразмышляем на этот счет. Вы, наверное, заметили, да, и я выбираю верить в это и так считать, что рабское право, оно отменено. Люди это субъекты с возможностью иметь выбор, думать, что чувствовать, что делать, что, чему в жизни говорить да, чему в жизни говорить нет. Поэтому, да, как важный первый момент здесь, это разрешить другим говорить мне нет. То есть, не забирать у людей право говорить нет. Я разрешаю вам говорить мне нет. Смотрите, настаивать не буду, на ваше усмотрение. Если не хотите, не делайте. Хотите, делайте. Приму любое решение от вас. Вы можете написать в комментариях, насколько вы в восторге от этого урока. Правда? Ну, это я сейчас шучу, хотя можно написать. Ну, вот. То есть, разрешить другим людям говорить мне нет. И на мои просьбы в том числе. Второе. Мне все говорят нет. А они говорят нет к чему? Вашим мыслям и вашей убежденностью в том, что другие люди способны читать ваши мысли, но они же должны понять, то, что вот здесь я выдохнул, глазки опустил в пол и сказал, пожалуйста, может быть. Есть такая вероятность, что зачастую человек и просить-то не умеет, да. Как формулируете вы просьбу? Прошу тебя, А. Для меня это важно, потому что Б. И это может быть полезным с точки зрения С. Что думаешь по этому поводу? Да. А прошу тебя согласовать то, как у нас проходит утро. Это важно, потому что зачастую мы все делаем в последние моменты в суете. И согласовав утреннее наше время взаимодействия, это поможет нам сократить, сократить, сохранить энергию и силы, и сделать нашу жизнь более комфортной. Правда же? То есть зачастую человек и не просит никогда. И поэтому если первый шаг это я даю людям другим право и разрешаю им говорить мне нет, то шаг второй я разрешаю себе просить то, что для меня важным является. Как вы на это смотрите? Да. Прошу тебя, А. Это важно для меня, потому что Б. И это может иметь следующее преимущество С. Что думаешь по этому поводу? Еще можно добавить, что ситуация такая-то. И в связи с этим я тебя прошу. Ситуация следующая. Я заметил, что вот эти последние три дня утром мы все делаем в последний момент. Опаздывая, допустим. И в связи с этим предлагаю тебя выделить время и обсудить, как будет протекать наше утреннее время. Это может быть важно для меня, потому что я чувствую досаду и переживания по этому поводу. А решив этот вопрос, мы можем приумножить радость нашей жизни. Что думаешь по этому поводу? Это второе. То есть разрешить себе просить. Все-таки новые идеи слабее старых привычек, а поэтому можно сформулировать для себя вот эти просьбы важные для вас, задействовав которые вы сможете удовлетворить ваши потребности. Потому что зачастую человек думает, что ему говорят нет, а дело в том, что он просто не просит ни о чем, просить не умеет. И запрещает себе делать известными свои чувства, эмоции, ощущения, желания, нужды. А делать их известными и организовать жизнь таким образом, чтобы они удовлетворялись, это целиком и полностью ответственность отдельно взятого человека. Вы это знаете, что никто не виноват в том, что ты несчастлив. И ты не виноват в том, что кто-то несчастлив. И ты имеешь право быть счастливым. Это такие, знаете, как векторы мышления, которые могут быть полезны. Да? Да? Это второй момент. Третий. При формулировании просьбы очень важно еще впаивать разрешение другим сказать мне нет. Это нормально, что если вы мне откажете, приму любой вариант развития событий, поддержу любой вариант. То есть не выворачивайте ни нытьем, так катанием руки другим людям, вынуждая их делать то, что вы просите. Третий момент. То есть разрешить другим сказать мне нет, заворачивая это еще и в вербальную форму речи. Я, кстати, сегодня еду на запись интервью и вот видите, что делаю? Разминаю речь свою и готовлюсь к этому, потому что недавно проснувшись и хорошо поев, отправился я в дорогу на запись выпуска и это прекрасно. У меня их уже много, кстати. Они находятся в плейлисте интервью с Алибертом и вот совсем скоро этот плейлист пополнится еще одним. Очень люблю такой формат. Ну вот, четвертое. Смотрите, а что мне делать? Мне все люди говорят нет. Вот какое вы слышите, знаете, эго-состояние за этим вопросом? Какое? Эго-состояние – это совокупность убеждений, чувств и поведенческих реакций. Да, и можно ввести их три таких базовых. Родитель, взрослый и ребенок. Словно я дитя, я прошу о чем-то, а они мне все говорят нет. Ну а что, если другие люди не мама твоя, не папа, не ваши родители, которые должны выполнять вашу просьбу? И вы по отношению к ним не ребенок, который там клянчит и просит, в общем, чтобы в жизнь привнесли все самое лучшее, самое плохое забрали. Нет. Я приглашаю вас воспринимать людей вокруг вас, вне зависимости от их должности, профессии, ранга, заработка, роста, веса, возраста, равными себе и с позиции взрослый-взрослый. Как вы на это смотрите? То есть не снизу вверх, а я прошу, а они мне не делают козлы такие. То есть давайте переведем это на более понятный язык. Я ребеночек, который просит, а вот они плохие родители не дают мне, значит, то, что мне важно. А я вот клянчу, клянчу. А что значит... А, еще обратите внимание, когда вот идет речь про исследование ответов на сформулированные вопросы, значит, в самом лучшем телеграм-канале Альберт Сафин, the best in the world, то я не конкретному человеку отвечаю. Нет, я вообще не знаю, что в жизни человека происходит. И здесь я просто мозгую вслух, опираясь на пиксели, которые вижу на экране. Итак, и поэтому, а что значит для вас в виде других людей равными себе, разрешая им мне сказать нет, разрешая себе формулировать свои просьбы и впаивая в речь им разрешение сказать мне нет, и это нормально. И воспринимать это нормальным. Это нормально, что я могу о чем-то просить. Это нормально, что другие люди могут мне отказать. И это нормально, что я разрешаю и себе говорить нет другим людям на просьбы, выполнять которые я не могу или не хочу или которые не созвучны моим ценностям. Поэтому, что делать, если мне все говорят нет? Может быть, обратить внимание на то, что я и просить не умею, об этом мы поговорили. Обратить внимание, может быть, на то, что я запрещаю другим мне сказать нет. И только из принципа создаю такое сопротивление, в ответ на которое только из принципа хочется меня тоже нет бросить. Далее. А может быть, я воспринимаю людей неравными себе, да, из-за взрослого его состояния, а вы взрослые. А я воспринимаю их либо снизу, либо сверху, снизу капризами, сверху заставлением и принуждением, что не может не вызывать сопротивление. Правда? И что значит для вас разрешить другим говорить мне нет? Нет, это нормально, что вы не напишите восторженный комментарий к этому видео. Да, как вам? Это называется «Время с Альбертом». Большой привет, смело делитесь вашими размышлениями по теме. Я так ухватившись за рождающиеся мысли здесь, решил их озвучить. И еще, знаете, если вам является привычным состояние этой некой досады, в котором все говорят «Вам нет», то что выбираете его вместо этого. В чем быть уверенными, что думать, о себе, о других и о мире, что чувствовать, что делать, какие взаимоотношения создавать и события. Зачастую человек так много думает и мозгует и чувствует о том, что ему не нравится, от чего он устал, запрещая себе поразмышлять и помозговать о том, как бы он хотел, чтобы было. Вам большое привет от Альберта. Привет от Альберта, который на заднем сидении прекрасного такси едет по улицам Москвы на запись свежего выпуска в формате интервью, которых у меня уже очень много. Да, имейте в виду. И очень рад буду обогатить совокупность этих уроков новым выпуском и очень рад этому доверию, которое оказали бы не пригласив. И вот такой формат, родилась мысль, я рад записать. Большой привет, до скорых встреч, мои дорогие. Пока.